Это просвещение населения, то есть это сообщение населению о таких фактах, как контакты с иными формами жизни. И цель именно эзотерических сообществ — это духовное развитие. То есть это развитие в себе, если мы говорим о глобальной цели, развитие в себе безусловно любви. То есть это цель как и любого духовного учения. Что касается контактеров, их роль в обществе — это донесение информации от их духовных кураторов, от их духовных наставников, от тех существ, с кем они контактируют, до общества с целью изменить направление развития этого общества. В какую сторону больше осознанности, восприятие этого пространства, где вы живете, и самих себя в нем. Это действительно познание мира, духовное развитие, и естественно развитие всего общества. То есть практически действительно совпадает. Если он настоящий контактер, я могу поговорить с его, мы их называем кураторами, то есть существами, с которыми он контактирует. Я могу с ними поговорить, и я это определяю обычно в ходе сеанса, сеанс связи с высшим я, то есть с невоплощенной частью духа. И там мы спрашиваем высшее я человека, является ли он контактером. Высшее я человека — это 70% его духа, которые остались невоплощенными в духовном мире. Именно поэтому оно называется высшее я, в нем больше энергии, больше информации, и оно точно знает ответ на этот вопрос. Но здесь существует один нюанс. Контактерство с кем-то из иного мира — это очень тонкая и сложная тема. Настолько тонкая и сложная, что человек, который в нее вступает, может сам не подозревать, так сказать, с чем он столкнется. В каком смысле? Например, если человек придумает, что он контактер, сам таким не является, но будет придумывать послание якобы своих кураторов, сам их будет фантазировать ради каких-то своих целей. Есть такие люди, которые даже сами в это не верят, в существование духов, в существовании на планетян, но тем не менее представляются для чего-то что-нибудь ВКонтакте. Но, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что независимо от его веры, эти миры и существуют. Дело в том, что для духовного мира, для тонкоматериальных цивилизаций и для инопланетных цивилизаций, вот это притворство являются формой согласия на контакт. Понимаете? Даже если человек в это не верит, все равно, раз он перед... Да, тем более, если он не сам фантазирует, что он контактер, но он перед людьми это сказал. Это являются формой согласия на контакт. У нас, вокруг нас существует очень много форм жизни, которые очень хотят контактировать с людьми из-за особой энергетики, из-за особых целей воздействия на человека или на общество. Каждому существу хочется донести свои идеи. Ну, очень многие хотят с нами общаться. Поэтому тот, кто придумал, что он контактер, очень часто, практически всегда, входит в состояние реального контакта. Но с кем? Раз он это придумал и он дал согласие на контакт, то с ним входят в контакт те сущности, которым он больше всего соответствует по вибрации, по своим внутренним сухофибрациям, по своим внутренним качествам души. Знаете, очень важно посмотреть на ситуацию и на себя с юмором. Юмор — это не зло. Это просто взгляд со стороны, который позволяет увидеть себя глазами другого, будем так говорить. Мы в глазах других людей выглядим не так, как в своих. И важно к этому относиться пониманием. Не все люди готовы воспринимать эту информацию. Ну, конечно же, вы можете спросить, или сказать. Но если он не готов, причем тогда слушает, что он там засмотрит. Пусть идет и смотрит сериалы какие-нибудь или мультфильмы. Причем смотрит меня, великого контактера, и еще ему что-то не нравится. Еще и смеется надо мной. Его уже никто не заставляет смотреть. Да, дорогие друзья, вы правы, никто не заставляет. Но! Тут есть одно большое но. если он это смотрит и над этим смеется, но он не уходит. Ну, здесь просто сам сказал ха-ха-ха-ха, какая чувство, и выключил. Все, ему это не нужно, ему эта тема не интересна. А есть, продолжает смотреть, продолжает смеяться, даже пишет какие-то или комментарии какие-то оскорбительные, или еще что-то, но при этом все равно продолжает смотреть. Почему он продолжает смотреть? Мы задаем себе простой вопрос. Что его побуждает смотреть дальше, если ему это неприятно? Ответ очень простой. В глубине его души, в том самом высшем Я, у него есть импульс. У него есть импульс смотреть эту информацию. У него есть внутренний, глубинный запрос, возможно, еще и из прошлой жизни, на изучение этой информации, либо на пробуждение своего собственного контакта. Но вот эти вот установки в его уме или, как мы говорим, в ментальном теле, о том, что этого не бывает, о том, что все, кто об этом говорит, они немножко не в себе, эти установки не мешают ему увидеть этот свет. И поэтому он говорит, сопротивляет ему, он говорит агрессивно, он начинает агрессивно высмеивать или даже оскорблять этого человека, потому что так в нем сопротивляет его установкам. А если еще в нем есть негативные блоки, связанные с прежним опытом, обращение к каким-либо эзотерикам, которые окончили для него, например, обманом или разочарованием его собственным. Бывает же, человек разочаровывался даже без обмана. Ну, не понравилось ему что-то. Так вот, это тоже вызовет его болью, прошлую, вот из этого блока, вызовет выход этой энергии, потому что человек будет проецировать свой прошлый опыт, своих прошлых эзотериков, которых он встретил, на того, кого он слушал. Необходимо с пониманием к этому относиться, не грубить его в ответ. Ну, можно с юмором ответить таким же, но не грубить, не приклеивать к нему ярлыки, не прогонять его, то есть, ну, как с пониманием относиться. И в то же время не стыдить его, там, как вам, не стыдно, там, еще что-то. Если он так себе ведет, значит, ему уже не стыдно, вы все равно не перевоспитаете. Просто можно пошутить в ответ, когда, ну, такие вот у меня контакты. Это снизит его агрессию и, наоборот, вызовет уважение к вам и интерес к вашей информации. Вот моя рука и рядом с тобой я Звездная семья Кассиопея Вместе познаем мир и созвездия Мы одна семья Кассиопея Вот моя рука Кассиопея Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok